Добрый день, меня зовут Александр Змеул, я главный редактор портала ArcSpace и куратор архитектурной программы выставки MosBuild, которая пройдет в Москве в Crocus Expo совсем скоро, буквально через несколько, через три недели. У нас сегодня вебинар в рамках архитектурной программы MosBuild, вебинар с компанией Tecurilo. Это уже наш не первый вебинар с Tecurilo, у нас давнее партнерство и тема нашего вебинара инновационные технологии для защиты деревянных поверхностей. И хочу напомнить, что компания Tecurilo является партнером премии MADA. Концент Tecurilo признанный лидер в лакокрасочной отрасли на всех ключевых рынках своего присутствия, среди которых такие страны, как Россия, Финляндия, страны Балтии и Скандинавия. Знание бренда Tecurilo в России является наиболее высоким в отрасли уже несколько лет. Tecurilo сегодня это инновационные и экологичные решения от идеи до воплощения. И как раз сегодня мы поговорим об идеях, о технологиях с Оксаной Насоновой, менеджером по маркетингу Tecurilo-Россия. Оксана, добрый день. И с Алексеем Масаловым, ведущим специалистом службы технической поддержки Tecurilo-Россия. И тема нашего вебинара инновационные технологии для защиты деревянных поверхностей. Наш вебинар будет построен следующим образом. Алексей и Оксана представят свою презентацию. Далее я задам вопросы и также призываю задавать вопросы наших зрителей. Алексей, Оксана. Добрый день. Здравствуйте. Приветствую. Да, еще раз вас приветствую. Я думаю, вы можете начинать. Если хотите сказать какие-то поступительные слова, то в любом случае вам слово. Добрый день всем. Рада приветствовать, уважаемые слушатели. Меня зовут Оксана. Я, как мне представили, занимаюсь маркетингом и продвижением, развитием бренда Tecurilo в России. И, наверное, попрошу коллег тогда включить свою презентацию и начну потихонечку рассказывать. Начну. Хочется начать с представления, с вовлечения вас в бренд и напомнить о том, что у нас мы широко представлены в различных соцсетях. И одно из наших таких ярких, интересных, яркого, интересного контента вы можете найти в Инстаграме. Поэтому, пожалуйста, если вы еще не подписаны на нас, сканируйте QR-код, присоединяйтесь. Очень много интересной, полезной информации мы там выставляем, представляем и уверена, что будет интересно. Присоединяйтесь к нам. И начну я... У нас сегодня тема дерево защита. Это древесина и инновационные технологии именно в этом направлении. И хочу рассказать про... Ну, что такое дом из дерева, да? Есть такая шутка, даже, не знаю, наверное, это сложно шуткой назвать, что вот в Финляндии, например, 60% людей имеют деревянный дом, а другие 20% мечтают иметь деревянный дом. То есть дерево и дом из дерева – это такая скандинавская мечта, да? И в том числе и в России тоже строительство из дерева, домостроение из дерева, оно тоже набирает обороты, растет, люди выбирают древесину, этот материал, как работать с ним. Но и несмотря, да, хочется что еще сказать, что несмотря на то, что древесина – это не самый простой, не самый дешевый материал, да? Но если раньше, там, века назад его использовали, потому что это был основной строительный материал, то сейчас во время современных технологий уже очень много есть всего доступного, но несмотря на это, люди продолжают выбирать древесину как материал для строительства своих домов. В чем же его, вот захотелось сразу углубиться, да, в вопрос, почему? Что такого хорошего, интересного в древесине? Почему? За что ее выбирают? Ну, конечно, аспект натуральности. Древесина – это натуральный материал дерева, структура дерева, ее фактура древесины, да, она сам дом, то есть он прямо насыщенный, ну, это очень такой естественный, природный, он вписывается в ландшафт, очень материал такой живой. Это надежный материал в работе с ним, да, мы можем быть уверены, как он себя поведет. Уникальность в том, что из древесины вы можете создать любые объекты архитектурные, какие там придут вам в голову, да, все, что вы за… все, о чем вы можете только мечтать и представить, это возможно реализовать из дерева. И особенно выделяют долговечность. Долговечность древесины, она проверена уже веками, да, то есть реально при определенном, определенной работе с деревом, при уходе за поверхностью, при соблюдении технологии. Древесина – это тот материал, который способен служить не один век. И долговечность, вот хотела сделать такую подборку из фотографий. Одна фотография – это город Порва в Финляндии в середине 19 века, и другая фотография сделана уже в 2020 году, это тот же город, и я постаралась найти именно то место, ну, там чуть-чуть другой ракурс, да, но примерно это то же самое место, спустя там полтора века, мы видим, да, что в целом не сильно изменилось, даже совсем не изменилось, да, то есть вот эта древесина, которая была использована в строительстве несколько веков назад, она до сих пор служит людям, которые ее выбирали, которые строили. И вот этот вот опыт использования древесины финнами в Финляндии, он, конечно, огромен. И сейчас, если мы говорим про современное, вот про наше время, наши, там, 20-21 век, сейчас, конечно, технологии уже немножко шагнули вперед, и, наверное, если мы посмотрим на рынок материалов по деревозащите, он уже такой широкий, насыщенный, есть много компаний, производителей, но дерево, нужно помнить, что дерево – это реально живой подвижный материал, он деформируется, он дышит, он меняется с течением времени. И тут очень важен именно опыт. Можно любым материалом пользоваться, да, но уже тот опыт, который, допустим, получен наш, компания Тикурила, и на опыте именно в Финляндии, да, и строительство дерево-защит, домостроение деревянного в Финляндии, он, его не перебить, да, он уже очень широкий, богатый, и за вот эти годы экспертизы мы накопили действительно большие знания в том, как именно ведется древесина, и как за ней необходимо ухаживать. Вот Тикурила Валти, Валти – это торговое название в бренде Тикурила, который относится именно к уходу за деревом. Так вот, в этом году именно деревян, ну, направлению категории древесины исполняется 70 лет, и здесь выбрала несколько картинок, да, показать, что как выглядели продукты еще 70 лет назад, то есть некоторые из, вот продукт, допустим, Валтикалор, который здесь представлен, он до сих пор на рынке, и до сих пор пользуется популярностью, и даже вот я сделала такую подборочку из ролик, нашли мы ролик рекламный 75-го года, кто-то, кому интересно, может, потом уже за пределами вебинара посмотреть, как это, как продукт использовали, какие его преимущества показывали еще много лет назад. И таким образом мы изучаем не только, то есть да, мы знаем, понимаем за эти годы свой продукт, но мы погружаемся не только в сам продукт, но и, естественно, исходим от потребителя, да, то есть человек, выбирая, сталкиваясь с окрашиванием фасада или любой наружной деревянной поверхности, какие его сложности, о чем он думает, что бы он хотел получить в контакте с продуктом. И благодаря вот этому погружению и изучению мы в древесине определили для себя таких два инсайта, да, это называется инсайты, это две боли, да, две сложности, наверное, с которыми вот человеку не хотелось бы сталкиваться. Во-первых, покраска дома, она, это всегда сложная задача, это трудоемко, это дорого, это, ну, конечно, окрашивая фасад или там, ну, любую другую деревянную наружную поверхность, не хотелось бы делать это часто. Хочется сделать это один раз и на какой-то период времени быть уверенным, что твой дом находится под защитой. Это раз. И второй есть момент, что мы замечаем, что среди потребителей в России растет интерес к экологически чистым решениям. И это касается не только в целом любых там индустрий, да, и экологичного направления, потому что здесь, наверное, уже мы действительно, ну, многие уже замечают, что и в России тоже мы уже начали смотреть в сторону экологии, в сторону эко-маркировки, разделения мусора там и так далее. Но в именно продуктах лакокрасочных это тоже становится актуальным. И вот здесь приведу наше собственное исследование, ну, исследование, которое сделано внешним агентством по заказу нашей компании, какие именно аспекты экологичности интересны потребителям, когда они сталкиваются с лакокрасочными материалами. И мы видим, что более четверти, да, до 26% людей уже сегодня действительно обращают внимание на аспекты экологичности. Они хотят и выбирают нетоксичные натуральные материалы, они хотят быть уверенными в том, что материал безопасен, хотят, чтобы в составе было как можно меньше химических компонентов, да, химикатов, что, замечу, да, для продукции химического производства достаточно непросто, да, сократить количество химических компонентов и вроде как на что же их заменять тогда. Но мы с этой задачей, мы поставили себе цель, да, решить эту задачу и предоставить своему потребителю выбор продуктов, который бы поддержал вот это стремление, да, к экологичности. И таким образом вот два направления, о которых мы хотим говорить и будем говорить в дерево защите, это рост, увеличение долговечности службы, срока службы материала, так как, опять же, это тоже, знаете, так косвенно относится к экологичности, потому что чем реже человеку приходится обновлять, соответственно, тем меньше он этого продукта, соответственно, ну, то есть увеличение вот этого периода, оно тоже оказывает положительное влияние на экологию, поэтому долговечность обязательно и экологичность как второй аспект. И что хочется представить вам вот эту инновацию, да, к чему мы пришли. Мы являемся пионерами в развитии биотехнологий в лакокрасочной индустрии в России. То есть разрабатываем продукты, заменяя часть нефтехимического состава на биокомпоненты, биоконтент. В России это пока не так широко известно, но, то есть даже, скажем, перевода слова вот этого bio-based, который вообще что это значит, даже такого устоявшегося перевода еще нет, да, то есть еще не вошло, это как, допустим, слово sustainability, да, оно уже так устойчивое развитие, уже вот есть четкое понимание, что это такое за несколько лет. То вот это понятие технологии bio-based, мы еще с этим только ознакомливаемся и, соответственно, надеемся, что и в том числе благодаря нашей компании в ближайшем будущем это будет уже знакомым понятием, да, люди будут понимать, что это такое и преимущество этого контента. И пару слов о том, что же это такое, что значит биотехнологии в лакокрасочном материале. Вообще в целом, bio-based или там био-основа, био-контент по-разному, что это такое? Само понятие, оно не новое, оно пришло из США, было определено Министерством сельского хозяйства США почти 20 лет назад. И по сути своей это, я вот использовала слово «остатки», мне не очень нравится это слово «отходы». Это остатки из промышленности лесохозяйственной или сельскохозяйственной промышленности, остатки от аграрной какой-то деятельности. И, допустим, берется также один из типов – это сырье из органических остатков. То есть, по сути, это, ну, давайте ладно, отходы, да, органические отходы, которые также используются для создания вот этого био-контента. При этом, то есть био-контентом является, ну, вот этот термин, он используется только в той продукции, которая не относится к продуктам питания. Потому что, естественно, как бы био-контент, ну, продукт питания сам по себе должен быть био-контентом. Поэтому тут это исключено и относится именно к любым продуктам за исключением питания и кормов. И, соответственно, есть еще один такой тонкий момент, что вот этот био-контент, он, это не… нужно понимать, что это не то, чтобы там растения или деревья, которые там срубаются, и вместо того, чтобы кормить ими скот, допустим, да, это используется в промышленности. Нет. То есть, это именно остатки, которые в противном случае бы просто… Ну, это как, ну, тоже мусор, да, условный мусор, оставшийся от вот этих производств. И это ни в коем случае не спорят с пищевой цепочкой, допустим, животных и так далее. И поэтому вот конкретно в ТИКУРЕЛА в своем, в качестве сырья мы используем именно тот контент, который добывается из растительных. Это именно остатки сельскохозяйственной деятельности, это растительная… Ну, кукуруза в основном в своем. Это те продукты, которые не конкурируют с пищевой цепочкой. Интересно его содержание. То есть, понятно, что ты не можешь сделать там вчерашний продукт нефтехимического производства, да, там продукт лакокрасочного материала, ты не можешь за один день сделать полностью растительным. И есть, ну, те технологии, которые существуют на сегодняшний день, они позволяют частично заменять продукты нефтехимического производства на биоконтент. При этом, конечно же, наша задача… Напомню, что у нас есть собственные исследовательские центры, центры по инновациям, и вот наши научные деятели, да, то есть люди, которые там работают, их задача использовать эту технологию, но при этом сохранить технические характеристики продукта. Важно не просто сделать экологичный продукт, увеличить его экологичность, но и сохранить все те технические характеристики, которые мы привыкли получать от какого-то материала. И, соответственно, вот в Тикурила этот ряд продуктов, которые содержат биокомпоненты, варьируются. Содержание от 30 до 75 процентов в зависимости от типа продукта. Этот процент, то есть он еще рассчитывается определенным образом. Есть стандарт, по которому считается. Например, из интересного, вот если считать по правильному стандарту американскому, который уже сейчас международный, то вода, допустим, она не считается биоконтентом, хотя это природный материал. То есть за биоконтент берутся именно те химические вещества, ну, как бы в расчет идут именно та нефтехимия, которая заменяется на биологическое сырье. И поэтому вот этот баланс и оптимальное соотношение, это, наверное, самая сложная задача, которая стоит перед разработчиками, это вывести этот баланс между экологией и технологией, чтобы предоставить все, что возможно предоставить с максимальной экологичностью. Как пример, вот здесь мы видим, что такое биооснова на примере природы. То есть оба и дерево, и уголь – это оба природных вещества. Но при этом уголь, например, это невозобновляемый источник, поэтому он не считается биоконтентом. То есть биоконтент – это тот контент, который получен из возобновляемых источников, значит, максимально не оказывая влияния на экологию, минимизируя влияние на экологию в стране и мире. Несколько примеров. На самом деле мы с вами, вот даже в России, мы уже сталкиваемся часто с продукцией, созданной из биоматериалов, например, пакеты в супермаркетах. То есть не знаю, обращали ли вы внимание когда-нибудь или нет, но вот сейчас очень широко начинают использовать вот эти пакеты, переработанные так называемые. Я углубилась, на самом деле, на самих пакетах точно так же, если эта информация, они делаются из кукурузного крахмала. То есть это вот точно, ну, тоже пример биоконтента. Кукурузный крахмал, из него получается вот такого рода полимер, который, как бы, соответственно, ты выполняешь свою функцию, но при этом это полностью там разлагаемый материал. В Европе, в Америке, в Европе таких продуктов много. В основном используются, вот, как пример привела, в одноразовые какие-то контейнеры. То есть те пластиковые продукты, которые вот мы часто используем, они вот заменяются на, ну, производятся из биоматериала. Например, сахарный тростник, да, то есть это такое очень популярное тоже. Трубочки, упаковка для косметики, упаковка для питания. То есть это совершенно безопасные продукты, которые сделаны из биоконтента. И вот теперь еще краска. Краска, конечно же, она не так пока широко, ее использование даже в мире, да, как, например, в тех же пакетах или трубочках. Но, наверное, все, что касается вообще нефтехимической промышленности, это не так чуть-чуть медленнее, да, мы там двигаемся, но благодаря осознанному осознанию, да, производителя, осознанию нас, например, как крупной компании, вообще в стратегическом видении, да, забота об окружающей среде, как развитии нашей компании, мы, конечно же, стремимся эти технологии развивать и будем стремиться к тому, чтобы увеличить повсеместно использование этой технологии. И хочу представить вам, конечно, продукт, продукт, пару слов о том, что же за продукт, который вот в ближайшем самом будущем вы сможете попробовать, потрогать уже на полках. Это Валтикурил, Валти, Пласт, Террасойл. Мы начали свой путь, начинаем свой путь продукции на основе биотехнологии, биоконтента в этом году. И первым продуктом на рынке появится террасное масло на основе биокомпонентов. Особенность, наверное, то есть я говорила о том, что цель разработчиков – это сохранить технические свойства, при этом сделать более экологичным. В случае этого продукта нам удалось не только сохранить, но и даже улучшить свойства, которые заложены в таком продукте, как террасное масло. То есть, допустим, в среднем террасное масло рекомендуется обновлять ежегодно. Террасное масло Валти, Пласт, Террасойл мы испытывали два с половиной года на полигоне, и через два с половиной года мы видим, что долговечность, срок службы покрытия, он остался. То есть покрытие сохранилось. И таким образом мы рекомендуем свой продукт до прогнозируемого срок службы, который ожидается от данного продукта, он до четырех лет. То есть это прямо в четыре раза дольше, чем привычное стандартное террасное масло, которое мы используем, ну, вообще, в принципе, используется на рынке. Формула. Формула продукта содержит 75% биокомпонентов в составе. То есть это 75% от нефтехимической составляющей. И в целом, если брать целый продукт целиком и пересчитывать на процент, то это около 18% всего состава продукта, оно заменено биокомпонентами. А это достаточно много, это практически 1,5% продукта. При этом террасное масло, оно выполняет все свои функции, защищает древесину, формирует прочное покрытие, защищает от атмосферного воздействия до четырех лет. То есть мы понимаем, что терраса – это поверхность горизонтальная, вертикальная, горизонтальная, поверхность горизонтальная. Поэтому, соответственно, она должна выдерживать всю ту нагрузку, до которой на нее положено. Это и перемещение людей, постоянное нахождение, это и окружающая среда. И, соответственно, все это выдерживается и выдерживается еще в разы сильнее, нежели стандартный продукт. И также это масло содержит дополнительные фильтры, что в том числе помогает обеспечить вот эту долговечность. И обладает оно отличными малярными характеристиками. То есть вот это вот, ну, на самом деле я действительно считаю это успехом большим. Так, прошу прощения. Я одну секунду. Обращение, небольшая техническая заминка. Потому что чаще всего, переходя на, ну, увеличивая экологичность в любой другой индустрии, чаще всего мы сталкиваемся с тем, что мы вынуждены немножечко уступить техническим характеристикам. В случае этого продукта, в случае этой технологии этого не произошло. Мы не уступаем технически, при этом повышая экологичность. И это действительно большое достижение для особенно красочной промышленности. Ну, и немножечко закончу, да, таким лирическим отступлением, что тикурила, это вот смотря, ставя экологичность как свой приоритет, и в том числе экологичность в древесине, мы сохраняем самое ценное. То есть вот эта забота о деревянном доме, если полноценно заботиться, то есть это большое вложение, большие силы, много души, да, вкладывается в деревянный дом. И поэтому, пожалуйста, выбирайте те материалы, которые действительно позволят вам сохранить свой дом на долгие-долгие года. Спасибо. И буквально передаю слово Алексею, скажу, что технологии технологиями и любые современные изменения, да, это все очень круто. Но важно соблюдать правила традиционные, которые, ну, именно техники нанесения, и знать их, и о них расскажет Алексей. У Алексея огромный в этом опыт. Я очень рада, что вот он сегодня с вами сможет этим поделиться. Спасибо. Оксана, спасибо. Прежде чем я слово Алексею, мы передадим Дмитрию Подковину, где производится это масло. Ну, на сегодняшний день это производство в Финляндии, в городе, ну, собственно, на нашем заводе в Финляндии. И, наверное, традиционный вопрос, когда мы говорим об экологических продуктах, об ответственном потреблении, то есть такой стереотип отчасти оправданный, что эта продукция намного дороже. Если сопоставить с вашими, с традиционными материалами, на какая разница в цене? Действительно, эта продукция немного дороже. Я бы сказала, намного, немного. Она действительно немного дороже. Но это обуславляется тем, что технология новая, и, знаете, как любая инновация, как любое что-то новое, да, когда мы это производим в небольших количествах, получается так, что это влияет именно в сырье, ну, влияет на стоимость сырья. И вот это вот сырье, оно, соответственно, дает вот эту цену немножечко повышенную. И со временем, когда эта технология будет становиться шире, когда продуктов будет становиться все больше, соответственно, и такого уровня продукты будут становиться доступнее для людей. Поэтому, да, сегодня мы можем говорить о том, что такого рода материалы на основе биокомпонентов это все-таки премиальный сегмент, да, и это достаточно, соответственно, с небольшим прайс-премией. Хорошо, спасибо большое за пояснение, Оксана, и слово Алексею. Спасибо. Всем добрый день. Меня зовут Алексей Масолов. Я являюсь ведущим техническим специалистом поддержки продаж компании Тикврила. И наша встреча проходит уже второй раз. Возможно, кто-то из сегодняшних участников уже был на нашей первой встрече, поэтому что-то им будет уже знакомо, о чем я сегодня расскажу. Ну, а для тех, кто сегодня впервые, надеюсь, будет интересно и познавательно. Вот, как всегда, постараюсь говорить не техническим языком, а простым, доступным, понятным языком. Как уже говорила Оксана, все мы знаем, что домостроение, деревянное домостроение постоянно растет и становится все более популярным. И поэтому требование потребителя к покрытиям тоже очень высокое, как в защитных свойствах и долговечности, так и в экологичности. И сегодня мы поговорим о защите открытых горизонтальных террас, они же, вернее, горизонтальных поверхностей, они же террасы, веранды, настилы, ну и прочее. Все, что горизонтальное, все, что несет на себе атмосферную нагрузку, все по тому, почему мы ходим. Итак, что же все-таки влияет на долговечность? Какие факторы? Для начала, наверное, рассмотрим факторы негативного влияния на деревянную поверхность. Это солнце, влажность, перепады температур, ветер, загрязнение воздуха, ну и, конечно же, биопоражение. Все это ежедневно, с разной силой, нагрузки воздействует на деревянную поверхность. Солнце, пожалуй, один из самых сильных источников воздействия. И вот на слайде мы можем увидеть, что стрелочками видна сила этого воздействия на поверхность в зависимости от сторон света. И южная сторона в данном случае, конечно, сильнее всего подвержена УФ-излучению по сравнению с другими сторонами. В этом случае поверхность будет более сильно нагружена солнцем. И износ именно вот в этой части покрытия, оно будет происходить быстрее. Итак, солнце. Проникающее воздействие УФ-излучения в древесину составляет где-то порядка 80 микрон. Все это приводит к изменению цвета дерева. Дерево сначала как бы загорает на солнышке, оно становится золотисто-желтым. И это даже иногда, в большинстве случаев, даже нравится нашим клиентам. Говорят, как хорошо загорает дерево, как оно смотрится золотистое. Но чем дольше дерево находится на солнце незащищенном, тем оно сильнее меняет цвет. И цвет начинает уже становиться не золотистым, а становиться темно-желтым, коричневым и уходит в сторону серого. У древесины поднимается борс на поверхности, происходит растрескивание древесины. И, конечно, после долгого нахождения на солнце вот такого незащищенной древесины, конечно, необходимо перед окраской подготовить поверхность, тщательно подготовить, как минимум удалить этот рыхлый ворс механическим путем. Ну, это шлифование, либо циклевание, если это горизонтальная поверхность. Но в любом случае подготовка обязательно требуется, даже если это была просто солнечная нагрузка на поверхность. Благо, еще один очень сильный негативный фактор воздействия на поверхность, так как в результате набухания и усушки происходит коробление древесины, ее начинают коробить, ломать, древесина растрескивается, не говоря уже о развитии на поверхности грибка и плесени. Биологические организмы, они же грибки, плесень, это как следствие как раз с влаги на поверхность. И они также разрушают структуру древесины, что приводит к значительным ее повреждениям. Существует несколько типов классов, скажем так, грибов. Это дерево разрушающие грибы, дерево окрашивающие и плесневые. Все они отличаются между собой по характеру, цвету, ряду условий их произрастания, но все они имеют один фактор, это отрицательный фактор влияния на древесину, это разрушающие способности этих грибов и плесень. И, как я уже говорил ранее, существует множество факторов, которые могут воздействовать на древесину и делать ее непригодной для использования. Как правило, это связано именно с атмосферными воздействиями, нарушением целности структуры, потери декоративных свойств древесины, покрытия, вернее. Но, но, помимо этого, также еще и существует конструкционное решение, которое также могут помочь вашей поверхности сохранить себя намного дольше, нежели чем это было бы, например, с неправильными какими-то конструкционными решениями, либо этих конструкционных решений не было бы вообще в принципе. То есть, правильно подобранный материал еще не является качественной защитой, если даже нанести его там соблюдением технологий, рекомендаций и прочее. То есть, вот те конструкционные решения, они помогут, еще раз вот скажу, что помогут сохранить ваше покрытие более долговечным, защитить вашу древесину. Например, для открытых веранд и террас, мы сегодня как раз о них говорим, наличие навеса обеспечит покрытие более долгий срок эксплуатации. Вот, но если же ваш ландшафт не входит в так называемый этот навес, да, либо там крыша над террасой, то как минимум обеспечить вашу террасу, веранду системой дренажа, системой водоотведения, чтобы вода как можно дальше уходила от вашего там настила либо террасы. Повторное нанесение. Как я уже говорил, масла не имеют жестких износостойких пленок и поэтому требуют периодического обновления поверхности по мере истирания и вымывания атмосферными осадками защитного слоя. Ну, новейшие технологии разработки нашей компании дали возможность получить нам более долговечный среди террасных масел продукт, о котором уже сказала Оксана, это Valti Plus Terrasoil, который имеет экстрапрочное покрытие сроком до 4 лет и на самом деле 4 года наверное покажется может быть для кого-то не таким большим сроком, но это достаточно высокий срок эксплуатации именно для среди масел для горизонтальных поверхностей, потому что повторюсь, нагрузка очень высокая, это стоячая влага в виде дождевой воды, снега, это механическая нагрузка, то есть люди по ней ходят и соответственно ходят как правило в обуви, что еще сильнее воздействует на покрытие и эти 4 года наверное звучат как бы не так существенно и громко, но повторюсь, для масла это очень большой срок и не каждый производитель может похвастаться таким сроком эксплуатации. На что обратить внимание? С каждым годом появляется все больше уникальных инновационных лакрачных продуктов, которые обеспечивают максимальную защиту, долговечность, эстетику, но любая инновация сработает только тогда, когда будет соблюдена технология нанесения материала, подготовка, правильный выбор продукта и для горизонтальных поверхностей открытого типа и они считаются сложными в плане их защиты окраса. Здесь особенно нужно тщательно подойти к выбору этого продукта, подготовке поверхности, так как чем правильнее и тщательнее вы подойдете к этому вопросу, тем более надежнее и долговечнее вы обеспечите эту защиту вашему строению. Для окраски горизонтальных поверхностей открытого типа, на которых может скапливаться атмосферные осадки, как я уже говорил, в виде дождевой воды и снега, рекомендуется использовать именно террасные масла, не краски, не лаки, не какие-нибудь там антиперен, вот эти огнезащиты и прочее. При этом нужно понимать, что при окрашивании маслом никакое предварительное грунтование поверхности не требуется ни грунтовочными антисептиками, ни олифами, как у нас принято грунтовать, особенно в старые добрые времена, олифы использовались везде и изначально под все виды красок. Поэтому масло наносится на чистое дерево, так как маслу нужны именно чистые поры, чтобы как можно глубже проникнуть в древесину, также нужно учесть, что древесина должна быть чистой, сухой, оптимальная влажность древесины менее 12%, это рекомендуемая влажность для, например, окраски фасадов, там даже бывает до 20%, но рекомендуем влажность, но мы рекомендуем, когда окрашивают террасную доску, использовать древесину менее 12%, потому что, как правило, для окраски, для строительства террас, веранг используются лиственницы, потому что она, скажем так, долго не гниет, долго служит, вот, но сейчас вот я немножко вперед убежал, про лиственницу я расскажу, наверное, чуть еще попозже, почему именно используют лиственницу и почему именно влажность 12% желательно для вот такого типа дерева. Итак, при нанесении масла должны полностью, при нанесении масла, масло должно полностью впитываться в древесину, при этом нужно учесть такой момент, что когда вы наносите масло, вы им не окрашиваете поверхность, а втираете его, то есть это немножко разные вещи, когда взять, например, обычную эмаль, либо там лак, и окрашивать поверхность. Вот с маслом здесь как раз немножко все по-другому, здесь вы не окрашиваете, а именно достаточно жестко, ну не жестко, скажем так, втираете это масло с неким таким нажимом на кисть или губку, что вы будете использовать в зависимости от инструмента, втираете в древесину, не оставляя на поверхности такой вот толстой пленки. масляной пленки. Если же, например, масло у вас где-то не впиталось на поверхности, осталось в виде лужиц, масляных пятен, то вы просто это потом вытираете насухо любой ветощью, тряпкой и досушиваете. Масляные составы не образуют сплошных жестких пленок на поверхности и поэтому хорошо держат влагу, при этом не разрушаясь, не шелушится покрытие, оно хорошо стоит, держит влагу, не растрескиваясь при этом. Пленкообразующие материалы такого рода на поверхности, как я уже говорил, не наносятся, то есть ни лаки, ни эмали, так как под воздействием стоячей воды пленки начинают растрескиваться, вода проникает под пленку и происходит вот это шелушение, что впоследствии приводит еще более, скажем так, затруднительной дорогостоящей ремонтной окраски, то есть прежде чем окрасить, естественно, нужно будет это все снять, содрать, вот, а старая окраска, которая где-то отшелушилась, а где-то нет, ну, сами, наверное, уже сталкивались с таким, где-то она снялась, где-то не снялась, и это очень проблемно ее снять полностью, вот. В процессе окраски рекомендуется периодически перемешивать масло в банке, чтобы пигмент, который был добавлен при колеровке, не успел осесть на дне. То есть перемешивать можно с маканием, там, с каждым пятым разом макания кисти в банк, то есть макнули, перемешали, подняли этот, так называемый пигмент, чтобы он был однородный сам продукт, и окрашиваете. Чтобы не получилось у вас так, что, когда вы начали окраску, вы красите маслом, у вас в конце осел пигмент, и когда вы дошли до края, до конца банки, у вас пошел этот пигмент, и получился более темный цвет. Вот. Именно для этого требуется периодическое перемешивание продукта в банке, пока он находится, например, в состоянии покоя. Банка стоит, вы окрашиваете, периодически ее перемешиваете. Мы рекомендуем использовать колерованное масло, так как колерованный материал лучше и эффективнее защищает древесину от ультрафиолета. И в нашем новом продукте, о котором мы рассказали, это Валти плюс террасойл, в нем есть УФ-фильтр, но даже в этом случае наличие пигментной составляющей, то есть добавленных пигментов, которые обеспечат вам цветное покрытие, помимо этого еще обеспечит вам более надежную УФ-защиту от Солнца. Еще одна важная рекомендация по нанесению полупрозрачных материалов, в том числе и масла, это производить окраску вдоль всего полотна доски, не прерываясь и не оставляя неокрашенное ее наполовину. то есть, знаете, как вы красите, например, доску, тут вам позвонил телефон, или там вы захотели попить чай, оставили ее наполовину докрашенной и через полчаса вернулись к ней, начали ее докрашивать. В этом случае, вернувшись к недокрашенной части доски, вместе этого прерыва, так называемого, будет нахлест второго слоя и, соответственно, появится более темное пятно, что проявит себя как раз неравномерным окрасом по поверхности. Поэтому, если у вас есть необходимость отдохнуть от окраски, либо прерваться, чтобы заняться другим делом, доведите окраску доски до конца, а после уже, как говорится, можно уже и отдохнуть. То есть, не прерваться на полпути, как говорится. Ошибки при окрашивании. Поговорим, наверное, о более частых проблемах, с которыми можно столкнуться при окрашивании открытых горизонтальных поверхностей. Ну, во-первых, это неправильная подготовленная поверхность. Это грунтование. Как я уже говорил, грунтование не требуется под масло, так как грунт, он забивает поры и не даст уже маслу проникнуть на ту должную глубину, на ту, возможно, должную глубину, которая бы проникла масло. Соответственно, защита также будет не такой полноценной. Поэтому грунтование никакое здесь не требуется. Плохая очистка поверхности от старого покрытия. Например, у вас была покрашена краской либо лаком, и, соответственно, окрашивать такую поверхность маслом неэффективно, так как те пленки, которые остались на поверхности, они просто не дадут маслу впитаться в древесину. И в данном случае поверхность будет такая у вас рябая, недокрашенная, и старая краска будет проявляться сквозь масло, потому что оно полупрозрачное, оно его не скроет, эту старую краску. В общем, как внешний вид будет, скажем так, некрасивый, так и эффективность самого покрытия, потому что масло не впитается в этих местах, где осталась старая краска. И второй момент, это желание перекрасить масло еще чем-нибудь дополнительным, якобы для лучшей защиты. Такие желающие тоже есть, и к нам обращаются, говорят, бывает так, что мы покрасили дерево маслом, чем нам теперь защитить масло? То есть делают из масла масляное, то есть ничем защищать масло не нужно, то есть масло это конечный финишный продукт, который не требует дополнительного перекраса чем бы то ни было, поэтому если вы нанесли масло, все, вы его нанесли, это у вас готовое финишное покрытие. Больше ничем защищать никакими лаками его не нужно. Да, еще одно важное замечание как раз про сорта древесины. В процессе высыхания, после того, как, если, например, дерево недосушенное и покрыто маслом, некоторые сорта древесины в процессе высыхания могут выделять так называемые водорастворимые экстракты, они же танины. Вот, например, для осины характерны пятна такого желтого, золотистого цвета, для лиственницы это пятна такого зеленого, коричневого, даже бывает серого оттенка. Вот, как раз на фотографии здесь слева очень хорошо видно эти пятна. и выход танинов вот этого экстракта становится как раз после достижения древесиной равновесной влажности. То есть, что это говорит, говорит о чем? То, что, например, дерево было у вас недосушено, влажное, вы его покрасили маслом, и у вас оно прекрасно все нанеслось, все идеально ровно, красиво, но как только пошел дождь и вода попала на поверхность, через какое-то время появляются вот эти вот пятна. Это как раз вот равновесная влажность достигла своего равновесия, и танины вышли наружу и проявили себя как раз такими пятнами. Мы еще называем такой эффект откусанного яблока, когда яблоко откусили, оно полежит и начинает железнится, ржаветь. Вот то же самое происходит с танинами у этих пород древесины, лиственницы, осины, поэтому влажность этих пород мы рекомендуем как можно более низкую, ну, менее 12%. Также мы не рекомендуем наносить на горизонтальные поверхности открытого типа пленкообразующие материалы. Я уже говорил об этом, лаки, краски, так как все это начинает растрескиваться, шелушиться. Ремонтная краска в этих случаях становится более трудоемкой и даже имеет затраты более дорогие, поэтому масла, не имея жестких пленок, хорошо держит влагу на поверхности, не позволяет ей проникнуть внутрь, не шелушаться и ремонтная краска в данном случае становится более простым, то есть вы просто масло можете перекрасить, если у вас там стерлось, вы его просто подкрашиваете либо перекрашиваете полностью поверхность и на этом все, то есть даже не требуется особого предварительного какого-то шлифования поверхности. Как выбрать подходящий оттенок солнца? Как я уже говорил, один из самых сильных практически ежедневных воздействий на поверхность и его негативные факторы, конечно, это потеря пигментов, красящей силы, проще говоря, выгорание цвета на поверхности, миление покрытия, также нагрев поверхности, который приводит к растрескиванию и отслоению покрытия от поверхности. Все эти факторы как раз приводят как к поражению, так и изменению эстетического вида самого покрытия, самого строения. И поэтому на этом слайде как раз показано, как неправильно выбранный цвет, например, ведет себя на солнце, то есть более быстрое выгорание происходит, причем выгорание происходит неравномерное, это может быть пятнами, где-то может поверхность полностью выгореть, где-то пятнами, идет миление поверхности, здесь на фотографии этого, наверное, не передать, но вот как раз зеленая фотография по центру, зеленым цветом, вот там было как раз очень хорошее миление, то есть пигмент настолько выгорел, пленка себя изжила, что можно было провести рукой и на руке остался бы зеленый этот цвет. Поэтому большое значение в защите древесины играет правильный выбор цвета, именно правильный выбор. Цвет для масел мы рекомендуем выбирать из наших каталогов, вообще, в принципе, для масел и для антисептиков мы рекомендуем выбирать из наших каталогов, в которых представлены специально разработанные оттенки, рецептуры которых состоят из светостойких пигментов и обеспечивают стойкость и долговечность покрытия. Поэтому если вам предлагают, например, заколеровать наш продукт в какой-то цвет, который вам понравился, но его нет в нашем каталоге, подумайте еще раз, стоит ли рисковать, потому что может получиться так, что вы покрасите и на следующий буквально уже год у вас весь фасад просто облезет, либо смоется дождем. Обязательно смотрите, что вам предлагает продавец, какие каталоги он вам предлагает, по которым вы впоследствии выберете цвет. И эти каталоги должны быть именно на наших каталогах написаны каталог для антисептиков, масел, и тогда вы будете точно уверены, что в этом случае выберете правильный цвет, несмотря на его тон, но это будет правильный цвет из этого каталога, и он будет стоять долго. Также на конечный цвет покрытия влияет количество слоев, цвет самой древесины, изначальный цвет самой древесины, и поэтому мы рекомендуем перед тем, как, например, вы заказываете цвет, который вам понравился по каталогу, взять, например, сделать тестовый выкрас, взять, например, литровую баночку, заколировать понравившийся цвет, уже придя домой, сделать тестовый выкрас, посмотреть, убедиться, что да, этот цвет вам подходит, он хорошо ложится на вашу древесину, потому что бывает древесина разных пород, и у каждой породы есть свой оттенок, этот оттенок, он может, естественно, повлиять на конечный результат при окрашивании, поэтому убедитесь, что именно тот выбранный цвет, который вы выбрали для себя, который вам понравился, именно хорошо будет смотреться на той породе дерева, которую вы будете окрашивать, чтобы вас это в первую очередь удовлетворило. Если же нет, ищите в наших каталогах другие варианты цветов, чтобы вам понравилось. у меня, наверное, все, вот, поэтому, если у вас есть вопросы, буду рад ответить на них, задавайте. Алексей, большое спасибо за содержательную презентацию, вопрос, мы, Оксана отчасти на него ответила, тем не менее, попрошу вас ответить еще раз, от Сергея Чехно, я слышал, что покрытие маслом, покрытое маслом древесина требует периодического обновления, так лет, если да, то через какое время? Да, масла требуют периодического обновления и более частого обновления, чем, например, горизонтальные поверхности, то есть фасады, потому что, повторюсь, горизонтальные поверхности, нагрузка очень сильная. Масло, как правило, обновляют по мере его истирания либо вымывания, то есть, в первую очередь, смотрите на поверхность, если вы видите, что поверхность готова к обновлению, то вы ее обновляете. Вот старые, скажем так, наши продукты, у них срок был не такой большой, это порядка там год, максимум два, и требовалось обновление. Сейчас наш новый продукт обеспечивает надежность до четырех лет и обеспечивает надежность тем, что у него как раз он создает сверхпрочное покрытие. То есть, масла, это не жесткие твердые пленки, как имеют лаки или эмали, и поэтому быстро истираются. Вот наш новый продукт как раз обеспечивает именно твердое покрытие, при этом, которое не шелушится, не растрескивается, но обеспечивает износостойкость. Поэтому четыре года. Но в любом случае смотрите по мере его износа, по мере его стирания. Потому что бывает так, что если вы красите в домашних условиях свою террасу, где живет рядовая семья в количестве четырех-пяти человек, то этого хватит вам на очень долго. Если там вы окрашиваете какую-то пристань, где ежедневно проходит тысяча народа, то, естественно, здесь поверхность будет изнашиваться более быстро и требовать это отновление. Поэтому все по мере износа. Спасибо. Вопрос от Евгения Стефутиной. При повторном нанесении масла какие особенности при подготовке поверхности? При повторном нанесении масла это как минимум очистка поверхности от грязи, пыли, жира и прочего. Если же, например, поверхность износилась однородная, то можно просто все это почистить, просушить, если вы будете мыть, обязательно дать просохнуть поверхности и еще раз окрасить маслом. Если же поверхность износилась неоднородно, неоднородно в каком случае? Ну, например, вы ходите по одному и тому же месту, да, и протоптали так называемую эту дорожку ногами, и там уже появилось дерево более светлое, по краям у вас хорошо масло стоит, то в этом случае вот эту неоднородность можно скрыть только шлифованием, то есть предварительным шлифованием. Можно сошлифовать полностью все это перекрасить маслом, либо, если это вам не так принципиально, просто обновить это место еще раз с маслом, тем же маслом, но предварительно почистив его от грязи, опять же, той пыли, жира и почем. Алексей, спасибо. Вопрос к Оксане и к Алексею одновременно. Мы сегодня говорили о деревянных поверхностях, вообще у Оксаны вы начали презентацию с дерева, как раз с упоминания о том, что это финская мечта дерева, но мы знаем, что дерево, собственно, вы упомянули, это с одной стороны очень традиционный материал, а с другой стороны сейчас очень модно и востребовано, и мы видим, что во многих странах мира дерево уже применяется не только в индивидуальном жилом строительстве, но и строятся многоэтажные здания, квартирные дома, используются в общественных пространствах. Если вы следите за этими трендами, как вы считаете, в России возможно ли применять эти технологии, деревянные технологии для строительства каких-то крупных объектов? Какой вопрос интересный. Вы же видите, что происходит на ваших других рынках. Коллеги, ну и мое, я, наверное, выскажу, давайте, свое мнение, как маркетолог, все-таки я, ну и потом, наверное, Алексей может добавить. Мое ощущение, что возможно, конечно, возможно все, мне просто вот собственные ощущения таковы, что здесь вопрос стоимости, возможно, потому что древесина, и об этом мы тоже говорили, это не дешевый материал, и, наверное, те производители, те там компании, которые выбирают строительство с древесиной, наверное, это будет, ну, наверное, это возможно, наверное, это будет недоступное жилье, не такое доступное, как, допустим, обычные блочные дома, которые повсеместно строятся, но, да, почему нет? Алексей, какое ваше мнение? Ну, насколько я знаю, даже уже такая практика есть, домостроение высотных домов, ну, высотных, может быть, сильно сказано, это, конечно, не небоскребы, но дома там с пятиэтаж, с пятиэтаж, ну, с пять этажей уже есть такой, по-моему, даже в Финляндии. Да, многоэтажные дома, да, строятся. Поэтому, ну, я не знаю, в России, мне кажется, все-таки это практика, наверное, будет, может быть, какая-то единичная, где-то кто-то себе и построит, но это, наверное, все-таки будет не такое массовое строительство, тем более, что у нас строят сейчас именно высокие здания со своими категориями безопасности и прочего. Да, пожаростойкость и прочего. Вот, ну, не знаю, будущее покажет, может быть, да, мы скоро будем настолько все помешаны на экологичности, что будем строить небоскребность. Перейдем полностью на дерево, да, да, ну, да. Хорошо, Алексей, Оксана, спасибо, здесь еще есть вопросы также от наш, от зрителей нашего семинара, вопрос от Виктора Берника, вопрос от нашей аудитории, читаю вопрос, подрядчики и компании, работающие с деревом, нанесение безвоздушным и воздушным методом, рекомендации настройки секреты. Давайте я, наверное, начну, Алексей добавит. Ну, БЗР, вообще, безвоздушное распыление, мы знаем, что оно действительно набирает популярность, обороты, и мы, со своей стороны, тоже в этом направлении работаем, и, ну, конкретно, над чем мы работаем, это вот над обновлением каталогов технических решений, и туда в том числе будут входить и нанесение безвоздушным распылением, поэтому мы, скажем так, у нас нет готового уже ответа, но в ближайшее время рассчитываем, что такие уже рекомендации будут постепенно появляться, и в том числе от нас, как от производителей. да, я от себя добавлю, что не все продукты, которые у нас есть в нашей линейке, допускаются таким способом нанесения, как воздушным, либо безвоздушным. Некоторые продукты, особенно это касается антисептиков и тех же масел, способ нанесения только либо кисть, либо распыление, ой, извиняюсь, либо кисть, либо губка. Поэтому в этом случае здесь нужно смотреть на продукт и его способ нанесения в первую очередь. Обращайте на это тоже внимание. Спасибо. Вопрос от Александра Заваруева. Будут ли следы от обуви после масла на досках? Да, вопрос задают такой. Следы будут, если обувь грязная, скажем так. Если обувь чистая, следов не будет. Что подражается под следами? То есть, если, например, обувь чистая и человек прошел по окрашенной маслом поверхности, то, естественно, никаких следов не останется. То есть, масло, оно не прилипнет, не залипнет, не останется на обуви. Это, повторюсь, достаточно прочное покрытие. Грязь может остаться только от грязной обуви. Ну, и при всем при этом эту грязь всегда можно будет отмыть. Но, опять же, какая это грязь? То есть, если это обычная земля, то без проблем вы ее можете из шланга смыть. Если это какой-нибудь там, не знаю, мазут какой-нибудь, здесь на самом деле не важно, чем покрыто маслом или не маслом, да, здесь важно, чем... Важно, да, в чем у вас потенки. Да, еще технические вопросы. Добрый день, возможно ли использовать отыно-чашный вопрос. Данное масло в помещении, например, для защиты деревянной столешницы в санузле? Если можно, я отвечу. Вы знаете, у нас есть четкое разделение материалов на экстерьеры либо интерьерные материалы, но есть еще универсальная линейка. Вот материалы, которые предназначены снаружи, мы все-таки не рекомендуем применять внутри. Для внутренних работ у нас есть для столешницы, например, у нас есть масло для саун, то есть тоже масляный состав, который, в принципе, можно использовать. Террасные масла мы не рекомендуем использовать. Почему? Потому что вообще фасадные материалы содержат в себе достаточно сильные антисептические добавки, которые, в принципе, внутри не рекомендуется носить. То есть нанести можно, никто, естественно, не умрет от них, но люди, например, которые страдают какими-нибудь аллергическими заболеваниями, астматическими, могут почувствовать эти антисептики и просто это могут на себе почувствовать и получить этот дискомфорт. Поэтому мы рекомендуем все-таки материалы применять по назначению. Если этот продукт для наружных работ, то использовать его именно снаружи. я бы еще добавила здесь, то есть это вот я полностью поддерживаю, есть еще такой момент, что, допустим, вот говоря о новом масле, которое вот экологичное, там, в водной основе, с биосодержанием, на самом деле, вот, как Леша сказала, использовать можно все и везде, да, то есть важно только понимать, что, например, в этом масле, допустим, да, вы можете его нанести на столешницу в ванной, но, скажем, вам, наверное, выгоднее будет использовать материал, который предназначен внутренне. А, слышно? Все, сейчас вернулись, да. Слышно, слышно. Что в этом масле находятся еще ОФ-фильтры дополнительные, и, соответственно, этот продукт, ну, то есть там условно качество перезаложено, вам не нужны фильтры для стола, допустим, в ванной комнате. И поэтому, наверное, ну, как бы использовать можно, но зачем вам эти лишние, лишнее качество, лишние функции, да, вы можете использовать масло, которое предназначено специально для такого рода поверхности. Вот, поэтому у нас существует этот большой ряд, на самом деле, материалов, который специализирован под различные поверхности, и вот вы, мы таким образом делаем продукт, который максимально удовлетворяет потребность, при этом вы не переплачиваете и получаете как бы тот продукт, который вам нужен. Спасибо. Еще вопрос от Виктора Берника. Механизирование нанесения или кисть. Как малярные свойства при использовании биотехнологии? У нас на самом деле нет, ну, то есть, вот этот биоконтент, он никаким образом дополнительно, ну, отдельно не влияет на нанесение, то есть, условно, террасное масло, как и было рекомендовано наносить губкой либо кистью, оно так и остается, губкой либо кистью. Изменений здесь никаких не происходит из-за добавления биотобалов. Я понял вопрос от Екатерины Грицак. Здесь упоминается название другого бренда, не знаю, стоит ли читать, но в чем разница с другими брендами, которые тоже говорят об экологичности? Наверняка у вас есть какие-то Ваши решения? Я даже видела этот вопрос, да, ну, на самом деле это действительно масла, есть целый ряд производителей, очень премиальных производителей в том числе. Мы не можем, у меня нет знаний, да, об их, вот так глубоких знаниях, о преимуществах их продукции, я думаю, что нужно именно к ним на вебинары попасть, чтобы они вам рассказали, но мы говорим про свои, то есть, говоря об экологичности, много аспектов, допустим, водорастворим, материалы на водной основе, да, это тоже считается экологичным направлением ЛКМ, и на самом деле мы в том числе стремимся к тому, чтобы замещать продукты на алкидной основе замещать водными, но вот эта технология био, био-бейс, да, от этого биосодержания, она чуть-чуть другая, то есть это уже, наверное, какой-то следующий шаг, и насколько я знаю, что, безусловно, в мире, вот мы с этим продуктом не первые, есть продукты, которые там, в Европе, допустим, да, есть продукты, которые тоже содержат, но каждый продукт по-своему, в каждом продукте есть свои какие-то уникальные истории, вот в России сейчас, на сегодняшний день, на нашем рынке, в, ну, скажем, из более-менее таких продуктов, которые доступны для потребителя, которые, придя в магазин, ты можешь его найти, это одно из, один из первых, да, таких продуктов, достаточно инновационных, с таким высоким содержанием биокомпонентов, в этом, собственно, отличие нашего продукта. Спасибо. И также, я рад, что у нас много вопросов. Вопрос от Анны Романовой. Рекомендуется только клеированное масло на террасе? Будет ли бесцветное покрытие портиться быстрее? Да, отвечу я. Да, рекомендуется все-таки клеировать продукт. Почему? Потому что именно наличие пигментной составляющей в материале обеспечит более надежную EF-защиту. Прозрачное масло, хоть оно и имеет EF-фильтр, но оно в любом случае не так эффективно будет, если сравнивать колерованное и не колерованное. Поэтому здесь какой момент? Ну, во-первых, посмотрите, что именно вы окрашиваете и какая световая нагрузка на вашу поверхность. Как она сильная и как долгая она. Если, например, у вас ваши веранда либо терраса постоянно находятся в тени, то, в принципе, и вам нужно именно прозрачное масло, да, то, пожалуйста, можете использовать его. Вот. Если же древесина большую часть находится на солнцепёке, то лучше, конечно, всё-таки использовать колерованное масло. Спасибо. Вопрос от Нины Андреевой. Правда ли, что в Финляндии доски и вагонка на фасады и заборы не шлифуются до нуля, остаётся лёгкий ворс для лучшего зацепления материала? Можно, да, тоже я отвечу. Я вам скажу, что вот менталитет наших финнов, он в плане окраш, ну, скажем так, строительства, окрашивания и прочее, подбора материала, он немножко отличается от нашего, от нашего российского. Вот у них действительно нет такой тщательной подготовки, наверное, поверхности. Подготовки подразумевается шлифование, как это делается у нас в России. Я почему это знаю, потому что ко мне очень, я общаюсь и со строителями, и частные лица ко мне обращаются с консультацией, шлифуют прям, чтобы дерево чуть ли там не блестело. Вот в Финляндии на самом деле, да, там они используют, просто могут взять пиленую доску и просто её окрасить. И это смотрится как бы тоже красиво, натурально и не требует таких затрат, да, на шлифовку и прочее. Поэтому, да, там есть такое, имеет место быть. У нас в России всё-таки вот принято, чтобы дерево было гладкое, шлифованное. ну, это, наверное, на вкус, да, это на вкус. Наши материалы предполагают нанесение на любой тип обработанного дерева. Строганное, пиленое, рубленое, шлифованное, то есть неважно. Поэтому, конечно, да, здесь нужно учитывать тот момент, что если это будет древесина не шлифованная, то, естественно, материала уйдёт больше, оно впитает больше в себя, так как поры открытые. Ну, и ворс, скажем так, он тоже простоит, например, чуть меньше, скажем, воздействия, вернее, воздействия солнца, влаги на ворс, ну, скажем так, будет более сильно, нежели если древесина была бы гладкой, где вода бы не задерживалась, скатывалась бы с поверхности, и поверхность была бы более сильно защищена. Вот, ну. Ну, то есть, это не вопрос правильно-неправильно, это вопрос каких-то просто традиций и подходов. Да, совершенно верно, это именно так, да, но повторюсь, что если древесина гладкая, то, соответственно, такая поверхность простоит дольше, нежели если бы она была бы там просто пиленная, да, с ворсом. Я напомню, что концерн Тикурилл является партнёром премии МАДа, премии для молодых архитекторов, которые мы будем вручать на выставке Мосбилд, выставка Мосбилд состоится с 30 марта по 2 апреля в Крокус-экспо, регистрируйтесь на сайте, получайте билеты, и ваша компания Тикурилла участвует со стендом на выставке. Расскажите, что вы будете показывать? Не обязательно подробности, но чтобы заинтересовать наших зрителей, потенциальных посетителей выставки. Я тогда, наверное, постараюсь ответить. У нас будет стенд на посвященный как интерьерным, так и экстерьерным материалам, и, ну, то есть, какая возможность, можно будет прийти, познакомиться с материалом, у нас будет проводиться ряд мастер-классов, где мы, ну, в том числе новинку, о которой мы сегодня говорили, и ряд других новинок, можно будет посмотреть в действии, соответственно, получить какие-то консультации экспертов, посмотреть, в том числе, наши интерьерные материалы, которые мы, ну, наши флагманы, да, скажем так, и в том числе, эко-маркировки, и с ними познакомиться. Мы также покажем, у нас будут демонстрации, интересных нанесения декоративных эффектов, да, как из, там, двух обычных, казалось бы, красок, да, можно было бы достичь каких-то интересных эффектов на, в оформлении. Ну, и в целом, Тикурила, мы про вдохновение, и мы очень рассчитываем, что своей деятельностью, своими продуктами, наша задача вдохновлять людей, вдохновлять на обновление, на ремонт, на преображение пространства, и это то, что мы будем делать на своем стенде, вдохновлять. Поэтому, пожалуйста, приходите. Да, я тоже всех приглашаю на выставку Мосбилд, это крупнейшая выставка строительных отделочных материалов с очень насыщенной деловой, образовательной программой. Мне кажется, что обязательно стоит посетить это мероприятие, тем более, что оно будет проходить в оффлайн формате, то есть будет живое общение, где можно будет действительно и задать вопросы, и получить ответ, и найти что-то для вдохновения. Я еще благодарю и Оксану и Алексея за участие в вебинаре, за интереснейший рассказ. Если у вас остались вопросы, сейчас открыт слайд, вы всегда можете обратиться на сайт, на горячую линию и присоединиться к соцсетям Ticure.io. Оксана и Алексей. Спасибо большое. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо большое. Ждем всех вас на Мосбилде. До свидания. До встречи. До свидания. До свидания. До свидания.